Добрый день всем. Меня зовут Александра. Я работаю в партнерском отделе компании Dines Bittrex. И, собственно, зачем я здесь сегодня? Компания Dines Bittrex занимается разработкой продуктов программных. И основным каналом распространения этого программного продукта является партнерская сеть, то есть вы все. Работая с вами, мы пришли к выводу, что зачастую партнеры не представляют обо всех своих возможностях в рамках партнерской программы, не знают, кому обращаться, не знают, как у нас все устроено, вообще практически ничего не знают про Bittrex. Скорее всего, те, кто здесь сегодня присутствуют, к этим людям не относятся, но нас очень многие смотрят онлайн, поэтому информация для вас. Для начала пару слов о компании. Компания, буквально чуть-чуть, компания берет свое начало с 1998 года, тогда это было всего три человека. Три человека собрались, решили, что да, давайте что-нибудь сделаем великое. За последние 17 лет кое-что изменилось. Сегодня это 147 человек в штате компании. Структуру приводить не буду, скажу пару слов про основные направления. 77. Отдел разработки и внедрения. 30. Развитие продуктов, поддержка продаж в России. 6. Занято в представительствах в Украине и Казахстане. 13. Отдел поддержки зарубежных клиентов и партнеров. 21. Маркетинг и финансы. Про всех рассказать у меня, конечно, не будет времени, но я расскажу про те отделы и подотделы, про тех людей, с которыми вы можете эффективно коммуницировать, которым вы можете обращаться для решения своих задач, конкретных и проблем. Это будет даже, наверное, неожиданно в каких-то моментах. Разработка и внедрение. Да, вы можете влиять на разработку и внедрение. Многим кажется, что Bittrex что-то там придумывают внутри, идут по своему намеченному плану, вперед от релиза к релизу. В общем, не прислушиваются, что ли, к мнению. Это все неправда, это все не так. Разработка и внедрение — это мозг. Мозг нашей компании. И коротко можно представить это направление следующими отделами. Отдел непосредственно разработки, отдел тестирования, информационной безопасности, производительности, документации, техподдержки и продакт-менеджмент. Когда готовится очередной релиз или любое обновление, ни одно обновление вообще не выходит в продукт, не пройдя все этапы, все отделы. Останавливаться подробно не буду на всех, но скажу как раз про те точки эффективного взаимодействия, где вы можете взаимодействовать на разработку. Начнем с отдела product management. Product management на самом деле это, по сути, два человека, наши идейные вдохновители, которые подготавливают состав релиза, то есть состав того, что выйдет в продукте. Как они это делают? Конечно, там какая-то магия у них есть, это в сту процентов, но помимо этого они собирают ваши пожелания, ваши предложения. Есть такой прекрасный сайт идей, если кто не знает, по битрикс-управлению сайтом. Каждый день Юрий Волошин занимается в основном направлением битрикс-управлению сайтом, просматривает все новые идеи, что это генерирует, составляет список того, что войдет в следующий релиз. Для битрикс-24 свой есть сервис на сайте битрикс-24 также, для того, чтобы оставить какую-то идею. Этим занимается Екатерина Шаренкова. То есть эти люди, здесь приведены цифры, порядка 150 новых идей рассматриваются ежемесячно. Сейчас можно я чуть-чуть дополню тебя. Вообще появление этого отдела внесло очень много изменений в работу нас с вами. Помимо нетворков или e-mailов, или сайтов идей, у нас еще есть несколько экстранет-групп. Возможно, многие участвуют там. По каналу, например, интеграции с 1С. Там участвуют наши сотрудники. По интернет-магазину. По и дальше там несколько еще дальше групп. Вот задача этих ребят — собрать эти идеи, услышать ваши аргументы, иногда отстоять, почему, например, или обосновать вам, почему этот сценарий можно или нужно сделать по-другому. Мы внутри их называем сценаристами, потому что они потом из этого формируют сценарий. Вот там написано 4 человека. У них в составе дизайнер и юзабилист. Потом они рисуют картинки, как они хотели бы, чтобы люди работали с продуктом. И далее представляли уже в отдел разработки. И многие из сценариев, и многие из продуктовых изменений, которые вы видите сейчас по рассылкам, по триггерным интерфейсам, по АБ, это результат их работы. Это очень важная и очень существенная часть. И они открыты, они много общаются, много обсуждают. Общайтесь, пожалуйста, с ними. Доносите до них мысль. Они собирают их, потом очень активно обсуждают. Спасибо. Еще одной эффективной точкой взаимодействия с компанией Bittrex является техническая поддержка. Техническая поддержка уникальнейший из отделов на данный момент. Это 14 человек, два уровня поддержки. Здесь имеется в виду, часть сотрудников отвечает на более простые вопросы. Если они не справляются или не знают ответ, этот вопрос передается дальше на второй уровень более прокачанным сотрудникам, скажем так. Каждый из них отвечает за какой-то модуль, за какой-то продукт. То есть они знают отлично что-то, одно или несколько набор модулей, какой-то набор модулей. Они рассматривают порядка 11 тысяч обращений в месяц. То есть это где-то примерно 800 обращений на человека. Что такое фичи? Когда техподдержка решает ваши вопросы, отвечает на них, решает ваши проблемы, зачастую им удается отлавливать какие-то пожелания или изменения, которые вы хотели бы в продукте изменить. Техническая поддержка может пополнять базу фич, базу пожеланий. С этой базой перед релизом работают продукт-менеджеры. То есть здесь вы, помимо того, что вы решаете свои текущие какие-то вопросы, вы также можете влиять на разработку, вы также можете влиять на то, что будет дальше. Пойдем дальше. Партнерский отдел. Партнерский отдел, по сути, это бэк-офис компании. Когда вы звоните в компанию Bittrex, вы попадаете в партнерский отдел. Чем занимается этот отдел? Во-первых, 11 человек. Во-вторых, 12 тысяч партнеров в партнерской сети, официально зарегистрированных, даже чуть-чуть больше сейчас. Никто, кстати, не верит, что 11 человек справляются с такой нагрузкой, с такой работой. Но, тем не менее, это так. 3 тысячи входящих звонков в месяц, порядка полутора тысячи сходящих звонков в месяц, 3 тысячи обращений, то есть как в техподдержку можно написать и в партнерский отдел. Далее цифры по основным партнерским активностям. То есть все, что вы делаете с вашим кабинетом партнера, все, что вы делаете в рамках партнерской программы, все это проходит модерацию, все проходит через партнерский отдел, за каждое направление, за каждую активность отвечает отдельный человек. Помимо этого партнерский отдел занимается информированием партнеров. То есть все информационные рассылки, введение форума, введение блога, новости, абсолютно всем информированием партнерской сети занимаемся мы. Отдельно хочу остановиться на отделе партнерского маркетинга. Это вообще уникальный отдел. Сейчас там работает 3 человека, но на протяжении 5 лет это был один человек, Светлана Ледвина. Она сегодня будет выступать чуть позже. Пожалуйста, обратите внимание на ее выступление. Не стоит вообще недооценивать. Сейчас узнаете почему и из рассказа Светланы тоже. Буквально 2 года назад их стало двое. И совсем недавно к ним присоединился третий сотрудник. Что это такое? Вообще, вам наверняка известно, что одним из наиболее эффективных каналов и способов преувеличения клиентов в нашей сфере является не холодные звонки, не раздача листовок там где-то на улице, а проведение семинаров, конференций, выставок. То есть вот такого рода активности. И это все, это наш партнерский маркетинг. Сейчас у них две специальные программы семинаров. Федеральная программа по Bitrix24. Это когда семинары проводятся одновременно в один день во многих городах. Цикл семинаров формула сайта. За полгода в нем приняли участие 18 городов. От 100 до 500 человек на каждом семинаре. И более 300 партнерских мероприятий в год, которые партнеры организуют сами, курируются также партнерским маркетингом. Светлана будет выступать. Обратите внимание. Далее. Этих людей вы должны знать. Если вы партнер из Санкт-Петербурга, если вы работаете в Украине или в Беларуси, если вы работаете в Казахстане, знайте, что у нас есть представители. Эти люди, помимо того, что помогают партнерскому отделу, делают то, что намечено в планах Bitrix, они проводят колоссальное количество собственных каких-то активностей в поддержку региональных партнеров. Михаил Беляев проводит осенью партнерскую конференцию для партнеров в Санкт-Петербурге. Дмитрий Суслов делает то же самое в Украине, тоже осенью. Сармантай пока только готовится. Мы надеемся, что скоро и он нас порадует. Дальше. Сергей сказал уже про Marketplace, про возможности партнеров. Я просто хочу сейчас вам этот слайд показать. Очень эффективный способ заработка. И внимание, на которое я хочу обратить, Денис Донченко, который занимается этим направлением. То есть вы по всем вопросам можете обращаться к нему. Ну, вообще Денис тоже много всего делает для Marketplace. Последние изменения, изменения дизайна, интерфейсов и очень упростили систему приема новых партнеров, которые хотят работать только с Marketplace. То есть стандартная партнерская программа, их пока не интересует, их интересует только Marketplace, разработка решений под Bitrix. Ну, они в принципе потом в дальнейшем могут и присоединиться к стандартной сети. Обучение. Отдельно хочу остановиться вот на этом направлении. Bitrix заинтересован в том, чтобы не просто увеличивать количество партнеров из года в год, наращивать партнерскую сеть, а чтобы эта партнерская сеть работала, чтобы вы повышали эффективность собственного бизнеса. Что на данный момент у нас есть? 14 курсов по сертификации специалистов различных сфер. Менеджер готовит отдел документации под руководством Роберта Басырова. Три углубленных практических курса для программиста. Иван Малышин. Как сказать, это если вы хотите глубже узнать на практике возможности системы, пожалуйста, приглашаем вас и ваших разработчиков на этот курс. Отзывы просто прекрасные. Два бизнес-курса для менеджеров и руководителей. Базовый, продвинутый, но это условное название. Базовый курс подготовила Майя Капысова, наша сотрудница. Этот курс когда-то она вела сама. Сейчас мы его разместили в свободный доступ. Обратите внимание, в разделе Центр поддержки для партнеров. Базовый курс менеджера по продажам. Если вы взяли на работу нового продажника, если вы сами только-только открыли компанию или только начали заниматься направлением веба, пожалуйста, посмотрите. Абсолютно свободный доступ. Очень хорошо и просто рассказано. Очень ценная информация. Продвинутый курс. Курс повышения эффективности бизнеса веб-студии. Курс платный, совместный. Видите, Алексей Саминский, проект совместный с ним, он немножко так бледно, он не сотрудник все-таки нашей компании, но просто вам для информации. Четыре группы уже прошли обучение на его курсе. И если вы хотите после базового курса как-то более углубленно изучить, что-то на практике, конкретно по своему бизнесу улучшить, добро пожаловать на курс. Кстати, по курсу Саминского мы начали раскрывать части и отдавать в свободный доступ партнерской сети. Писали об этом на форуме для партнеров. Пожалуйста, смотрите. Там сейчас три ролика уже. Ну и мы продолжаем в этом направлении работать. Так. Вот не пугайтесь этой схемы. На самом деле все, что я рассказывала до этого, она вот для этого. Эффективное взаимодействие. Как вы можете, в зависимости от того, какие цели вы ставите перед собой, как вы можете воздействовать на Bittrex. То есть вы хотите что-то с кем-то обсудить, пишите на форум. У вас появилась какая-то проблема или вопрос, обращайтесь в партнерский отдел или в техническую поддержку. Примером неэффективной коммуникации будет, если у вас что-то произошло, что-то сломалось, вы пишите на форуме. Разработчики, конечно, форум читают. Но когда это произойдет, неизвестно. Быстрее будет, если вы будете обращаться адресно. Эту схему мы оставим тут. Ее можно будет потом в дальнейшем посмотреть. Примеры. Очень хочется мне привести конкретные примеры. Причем примеры развития компании-партнеров. Причем нарочно не брала суперстудии, которые выросли уже давно. Это огромные компании. Брала тоже примеры успешных компаний-партнеров, которые входят в тройку лидеров своих регионов. Или просто примеры эффективной коммуникации с нами. Давайте посмотрим. Компания Big Quadro, Санкт-Петербург. Сертифицированный партнер. Что произошло за последние 4,5 месяца? Какие-то вещи они просто не знали. Мы познакомились с Ингой Таировой. Она где-то здесь есть. Я ее не видела сегодня. На прошлой партнерской конференции я ей рассказала про все возможности партнера, которые мы даем. Про что-то она не знала, про что-то они забыли. Она обращалась потом еще несколько раз через нетворк ко мне. И вот вы можете прочитать, что сейчас с ними происходит. Благодаря чему? Они просто посетили партнерскую конференцию, подошли, пообщались. Поехали дальше. Компания-создаватель. Уникальнейшая компания. Четыре года назад она появилась и организовал ее человек. Он тоже здесь есть, Виталий Дудко. Он не был новичком в области. И, как сказать, ключевым моментом как раз-таки было знакомство с программой партнерского маркетинга, поддержки партнеров. Почему Виталий решил работать в направлении Битрикса? Как все началось? Написал одно письмо, но зато какое. Куда это было письмо? Это письмо было к Светлане Ледвиной в отдел партнерского маркетинга. Что сейчас происходит в компании-создаватель, вы можете видеть на экране. Следующий слайд я не буду зачитывать. Это отзыв Виталия, но я хочу, чтобы он здесь остался. Вы получите потом презентацию, все это прочитаете, если вам будет интересно. Я думаю, что это очень показательно. Еще одна компания, которую хочу привести в пример, X5 Studio, Ростов-на-Дону. Компания образовалась несколько лет назад, как многие другие, на базе некой фирмы, просто как отдел IT-поддержки внутренних проектов. По мере появления новых-новых клиентов стали увеличиваться обороты. У руководителя компании Юлии Алексеев стал вопрос о том, что нужно наводить порядок, нужно как-то прокачивать свои знания. Что в итоге? Обучение. То есть Юлия выбрала одну из обучающих программ, один из битрикс, посетила партнерскую конференцию, теперь ни одной не пропускает. Ну и после последней конференции решила обратиться в отдел партнерского маркетинга к Светлане Ледвиной, благодаря ей провела свой первый семинар под брендом 1S Bittrex, и теперь планирует заниматься этим постоянно. На следующем слайде также отзыв Юлии, также оставлю его здесь, чтобы вы потом прочитали. Вы знаете, вот этот слайд, он вроде бы как нелогичен, но очень хочется его показать вам еще раз, напомнить о том, что возможности, которые дает Bittrex в своей партнерской сети, они не то что безграничны, они очень велики. На самом деле все просто забывают, что мы вам даем кучу НФРов. Для бизнес-партнера, управления сайтом и B24. И вот давай золотого перечислим. Что причитается золотому? Золотой партнер. Первое. Имеет право на НФР по запросу. Bittrex 24 облако максимальная редакция. Плюс два бизнеса, плюс КП-коробка, Bittrex 24 корпоративный портал, плюс еще два бизнеса. А, мобильный, кстати, забыла. Не влезла туда. Забыли. Помнят, оказывается, да? Просто не влезла. Зажали, да. Это на самом деле не все. Не все, кстати, знают. Вы-то хорошо знаете свои права, но не все знают. На самом деле вместить все в один доклад, все возможности, которые дает вам Bittrex, невозможно. Я попыталась показать, что мы даем, как мы даем, кому вы можете обратиться. Здесь несколько еще слайдов по кабинету партнера. То есть, например, такую вещь, как… Вот об этом немногие знают. Подтверждение статуса. Если вы бизнес партнер, если вы золотой партнер или сертифицированный, вы всегда можете зайти в кабинет партнера, нажать кнопочку, система вам покажет, когда у вас будет пересмотрен статус, что вам нужно еще сделать, чтобы его не потерять. Не теряйте статусы. Статус дает вам продление NFR-ов, ну и много-много-много всего. Ну и, конечно, такие мотивационные вещи, как до следующего уровня, чего вам не хватает. Что еще? Очень полезный раздел на партнерском сайте. Инфоцентр. Все мероприятия, все, что в календаре, все, что на форуме, все здесь. Продажи и маркетинг. Отдельный разговор. Еще раз напоминаю про центр поддержки, где сейчас уже располагаются ссылки на все учебные курсы и возможность обратиться в партнерский отдел. И последнее. Что вы можете сделать уже сегодня, как итог того, что я сказала? Первое. Познакомиться с нами лично. Буквально подойти ко мне после доклада в перерыве, спросить, задать вопросы. Изучить разделы продажи и маркетинг в свой кабинет. Уверена, найдете много интересного. Скачать программу маркетинговой поддержки. Это очень быстро. Просто ссылку я давала на слайде про отдел. Рассмотреть все варианты обучения и выбрать подходящий для себя учебный курс. Посмотреть раздел инфоцентр. Вдруг вы пропустили что-то важное в календаре. Подумайте о маркетплейсе. Это круто. Ну и последнее. Что вы можете сделать, а может быть даже первое. Если все, что я говорила, как-то может быть оно сумбурно или непонятно, просто позвоните нам. Позвоните в бэк-офис, позвоните в партнерский отдел и скажите, я компания такая-то, а подскажите мне, чем я уже воспользовался, а чем я еще могу воспользоваться. Научите меня. Мы поможем, подскажем. Пожалуйста. Вопросы? Если есть еще время какое-то. Буквально два вопроса можно. Спасибо большое, Саша. Один до один. Коллеги, пожалуйста, вопросы. Ну, может быть, тогда потом индивидуально уже. Один, давайте. Здравствуйте, еще раз. У меня такой вопрос. А планируется что-то делать по партнерке с мертвыми партнерами? Их очень много. С мертвыми, да. Ну, я так их назову, которые регистрируются, становятся там, ну, в кавычках. Но они не делают никаких действий. Они есть, они болтаются в списках, на них обращают внимание, к ним даже могут обращаться, но, по крайней мере, я знаю, что они у нас в регионе, но не работают с битриксом. Может быть, один проект какой-то и сделали, могут даже и сертифицированные попасть. По факту не работают. На самом деле планируется. Думаем об этом постоянно. Уже кое-что придумали. Готовим программу сейчас. Запустили программу информирования новых партнеров, то есть серии обучающих писем. Ну, вот буквально сначала, как купить, какие продукты, где чего найти и так далее. Как правильно продавать. Это первое. Второе. Для партнеров, которые, ну, неактивные, да, как вы сказали, мертвые партнеры, для них хотим приготовить некий такой пакет, тоже как, опять-таки, информационные письма, какие-то предложения. Что? Реанимационный набор. Ну, да. Ну, так скажем, подсказки. А если компания после этого даже ничего не захочет делать, ну, это уже выбор компании. Ну, я надеюсь, что кто-то расшевелится. Вообще, вы знаете, как в медицине. Установить смерть – это очень непросто. На самом деле. Пульс там, другие, не всегда являются хорошим показателем. Так с партнерами. Он взял какой-то большой заказ и на пару лет ушел. А потом возвращается, и он же два года работал. Мы-то его не видели, предположим. А он работал. Но на самом деле ваш вопрос справедливый. И работает даже автоматика. Мы их убираем из рейтинга. И если по нему нет активности, есть даже обзвон. Если не отвечают, то мы проводим работу, убираем неактивно. Мы тихонечко убираем, пишем письма сначала предварительно. То есть мы помогаем им с реанимацией. Если не получается, тогда тихонечко снимаем. Ну вот. Ребята, у нас еще доклад начинается. Ой, извини. Не тот микрофон. Секунду. Это твой. Микрофон в этой, пожалуйста. Просто как получается, работаешь на рынке, выходишь на клиента на хорошего. А этот клиент обычно ему надо собрать информацию с других. Кто дешевле предоставит. И фактически получается, что вот эти вот неработающие компании, они заведомо могут занизить цены. Потому что они не на этом рынке. Им просто сорвать. Грубо говоря, пенку. И получается, мы начинаем конкурировать. Ну, коллеги, это очень такая тема. Мы о ней много с вами говорим. Если вы… Конкуренция ценой была и будет всегда. Если выбирают только по цене, то… Ну да. Но опять же, видите, потом, когда… У меня есть сейчас проект, который мы полгода выжидали. Реально, дорогой, хороший проект. Он ушел. Я знал, что он вернется к нам. Полгода делала другая компания. Не справилась. Этот проект возвращают к нам. Вы поставили две цены? Вопрос не в двух ценах. Опять вся та же ситуация. Когда начинают рынок изучать, то есть когда доходят до руководства, где дешевле и так далее. Просто отношение к продукту меняется. Так все-таки партнер не мертвый, да? Он смог продать. Да он не смог продать. Черт, его добить надо, чтобы он не продал? Или как там? Он не ведет активность, понимаете? Подождите, он не ведет такую активность, как вы. К нему обратилась компания. Они открыли список, который есть у вас на сайте. Я вас понимаю, к сожалению, у нас не получится в формате презентации сейчас послушать. Вопрос не в стоимости. Вопрос не в стоимости. Вопрос не отстоять. Здесь вопрос в другом на самом деле. Жень, я у вас отберу микрофон. Так, коллеги. Давайте потом пообщаемся после доклада с вами. Спасибо большое. Хорошо? Давайте пообсуждаем после.